С первого взгляда эти незрачные аппараты кажутся пережитками еще советских времен. И только бумага с надписью «Патент» доказывает, эти изобретения в будущем принесут пользу человечеству. Долгое время над ними трудились несколько десятков молодых ученых Иркутского государственного университета путей сообщения. Сегодня их работу оценивает помощник президента России Игорь Левитин. Помимо этих технологий демонстрируют крытый полигон. Здесь занимаются студенты старших курсов. Они проводят диагностику подвижного состава и сразу выявляют ошибки сборки. Изобретения, которые вы только что нам показали, эти новые технические средства, которые вы предлагаете рынку, они, конечно же, в полной мере могут быть использованы не только на транспорте, но и в оборонной промышленности. Мне кажется, что вам нужно просто шире эту тему предлагать. Я вам обещаю, что если вы подготовите хороший материал для того, чтобы его могли посмотреть те предприятия, которые работают в оборонной промышленности, в том числе и на транспорте даже, я готов это дело вам получить. Более детально все наработки молодых ученых обсуждается на заседании научного совета. Отдельно вынесен вопрос возрождения БАМа и Транссибирской магистрали. Игорь Левитин отмечает, из федерального бюджета на это будет выделено более 500 миллиардов рублей. В реализации проектов будут задействованы и наработки иркутских ученых. Я, будучи студентом, имел счастье участвовать в строительстве БАМа. Я помню ту индустрию, которая была в то время, во время Советского Союза. На сегодняшний день нужно нам одновременно и находясь в стадии реализации проектов, одновременно выбирать то отставание, которое сегодня есть. Поэтому без такого высокопрофессионального образования очень сложно эти задачи решать. В завершении визита помощник президента поблагодарил сотрудников Университета путей сообщения за качественную работу и принял участие в посадке именного дерева на аллее почетных гостей. Павел Добродеев, Мария Токмакова, Александр Барановский. Новости сейчас.